Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы, с вами на связи Виталий Кухта, Кухта Капитал. Сегодня мы поговорим о рынке, поговорим о тех моментах, которые мы обсуждали в прошлый раз. Обсудим, как отработались идеи, уровни, которые я назвал, а также поговорим о текущем состоянии рынка, что будет интересно на ближайшее время. Итак, давайте начнем с евро-доллара. Напомню, в прошлый раз, 20 марта, сегодня у нас 27 марта, я говорил, что по евро довольно интересный уровень, 1.07.75, 0.74.75. Говорил, что за ним нужно смотреть, если будет закрытие ниже, то возможно будет генерация шортов, если будет закрытие выше данного уровня, то нужно будет рассматривать покупки по данному активу. Итак, что у нас было? У нас было в прошлую пятницу, мы как раз на этой свече, на этом баре, мы боролись, заходили в моменте ниже уровня, в принципе, шорт локально себя отработал, но я говорил, что очень важно это тело движения на мелком фрейме, это очень заметно, что там рисуется, чтобы понять, даже если мы будем ниже закрываться, что это может сгенерировать лон. Я приводил даже примеры еще годичной давности, как евро закрывалось аналогично ниже уровня, но, скажем, потом произвело к лонгам. Но, что у нас дальше было? Я здесь шорты не открывал, когда, скажем, торговались ниже уровня, это в прошлую пятницу, я уже присмотрелся к евро на текущей неделе, именно вот на понедельной свече, там было видно, что то, что я имел в виду, будет генерация лонгов, скорее всего, и после закрытия вторника выше уровня, вот у нас закрытие выше данного уровня, плюс там сформировалась модель, очень хорошая на лонг, я открыл позицию лонг, сегодня зафиксировался, взял достаточно неплохое движение, на разных счетах я фиксировался по-разному, там где-то частями, где-то вышел только сегодня. Вот, хотел показать, вот, сделки, свою сделку хотел показать, вот я ее оформил, вот закрытие у нас получается в моменте выше уровня, смотрите, здесь очень хороший паттерн был с импульсом, смотрите, вот этот импульс, я отмечу, вот он, вот, вот эта фишка, да, вот этот, что я показал, вот этот момент на локальном тамфрейме мне показал, что здесь, скорее всего, будет генерация лонгов, да, вне зависимости, как мы закроемся, но удачно мы закрылись выше, я, скажем, в моменте открывал, вот еще один момент, скажем, вот, еще один момент, очень хороший, да, тоже плюс, это мне говорил о том, что здесь, скорее, будут лонги плюс, видно было, вот, поджатие инструмента, да, то есть я рассчитывал на вот этот момент. То есть сегодня я вышел по данной сделке, также есть сделка ученика Алексея, очень хорошая, он чуть-чуть позже входил, он входил вчера, здесь чуть-чуть плохо видно, потому что это все через Facebook идет, сжимается, вот, видно покупку, точка входа на покупку с очень коротким стопом и взял, скажем, вот, движение вчерашнее, движение, ну, там, часами, я так понял, здесь плохо видно, Алексей закрывался, но, скажем, очень понятная скальперская точка входа, взято движение, там, более 100 пунктов, чем вчера евро вырос, да, или около того, так что, вот, пример, почему я показываю сделки, как отрабатываются идеи, плюс у нас, вот, в прошлом видео, которое было выложено на канале Амаркетс, были вопросы, там, по поводу фунта, который я, там, комментарии писал, дальше, вот, Алекс Гуру, писал, что нет предпосылок для роста евро, ну, скажем, возможно, фундаментально там и нету, но, скажем, технически, по паттернам, которые мы торгуем, есть, были предпосылки для краткосрочного роста, что будет дальше, это уже второй вопрос, да, дальше, что у нас по текущему по евро, возможно, будет рисоваться, итак, у нас прошел достаточно сильный был импульс вниз, первая половина марта, сильное снижение вниз, и пошел достаточно сильный выкуп, наверх, вот, на этой неделе, да, он тоже очень похожий на импульс, да, поэтому сейчас, что я ожидаю, здесь есть довольно интересный уровень, скажем, он так себе, небольшим объемом от него можно торговать, но, хорошим объемом для торговли, я бы подождал по евро, первый вариант, если пойдет сегодня у нас пятница, пойдет сильное снижение вниз, у нас будет хотя бы, первое, медвежье поглощение вчерашней дневки, четверга, да, если мы его поглотим, может быть разный, посмотрим на локальном движении, как это все будет, потом пойдет какая-то коррекция, и, возможно, мы будем идти дальше падать вниз глобально, если этого не произойдет, то, скажем, что у нас возможно, будет какая-то здесь проторговочка, и, возможно, небольшая, и мы уйдем дальше наверх, скажем, обновлять вот эти максимумы, скажем, вот это я не исключаю, какая здесь будет проторговка, как я сказал, это уже нужно следить, это мы обсуждаем в закрытом клубе, да, потому что я не могу предугадать, какая здесь будет проторговка наперед, я уже смотрю по факту, как было вот здесь на минимумах, да, я говорил, что зависит от проторговки, какие мы сделки будем делать, то есть это на мелком там фрейме H1 нужно смотреть на поведение инструмента, и так, или третий вариант, мы можем сегодня из текущих начать расти очень сильно, потому что здесь есть предпосылки для разворота по евро, так как рынок ходит сантиментами, скажем, вот, здесь падал, все боялись, что здесь евро пойдет вниз, на паритет, здесь рост, что он пойдет дальше в рост, падали, здесь уже все начали говорить, что нет предпосылок для роста, мы начали падать и аналогично, то есть всех рынок возят туда-сюда, да, то есть это нужно понимать, поэтому на текущий момент ждем реакции на этот уровень, да, если будут сильные снижения, то на коррекциях я буду рассматривать, скажем, с хорошим объемом торговлю в шоу, да, потому что у нас был, как я уже сказал, первый парень в половине марта сильный импульс вниз, и, возможно, это коррекция, конечно, такая быстрая, но и импульс был сильный. Конечно, не исключаю еще дальше движение наверх, и потом вниз, это уже будем по факту смотреть, потому что движение большое, коррекция, в принципе, у нас почти 50% есть, поэтому по евро я буду наблюдать и жду вот такие сценарии. Напомню, что когда у нас выходит по пятницам обзор, по рынку или есть торговые моменты, да, или их нужно ждать, потому что нет такого, что в каждую пятницу были какие-то торговые моменты. Дальше, переходим к золоту, да, интересный актив, напомню, ну, кстати, по золоту также было спасибо от, ну, комментариев на маркетс, от Назара, да, воспользовался идеей торговли, также воспользовался в идее торговли один из моих учеников. Напомню, вот, давайте вначале посмотрим его сделочку. Это тот момент, который мы обсуждали еще на прошлой неделе, я уже эту картинку показывал, мы еще раз добавили, это от Вадима, и, в принципе, я тоже говорил об этом моменте, потому что мы обсуждали всю неделю вот этот вариант, да, с ланга, так как были моменты для возможных лангов, вот, Вадим показывал, очень молодец, и у нас воспользовался моментом, скажем, Зидранус, мой ученик, взял движение 18 к 1, то есть с ним риском, ну, условным каким-то, да, он взял на прибыль в 18 раз больше, в принципе, аналогично то, что вырисовал Вадим, в принципе, он чуть-чуть позже вошел, на хороших моментах, вот здесь все отмечено, но это отметки для моих учеников, вот здесь расписано, почему покупки и так далее, не просто под уровнем, потому что многие говорят, почему там золото выросло, непонятно, какие там фундаментальные показатели, там говорят уже, что золото будут запрещать продавать физлицам, только бумажные варианты, только на биржах и так далее, да, что золото сейчас в дефицит, да, физическое имею в виду золото, поэтому золото так выросло, но для кого-то это, скажем, фундаментальные новости, которые вышли уже по факту, но для моих учеников было видно, что здесь формируется лонг и он достаточно сильно вырос. Дальше, что на текущий момент по золоту, как я говорил, что я все время медведь по золоту, да, потому что сейчас все покупают золото, вот даже вот этот момент, что золото только будет, не будет физической возможности продажи физлицам, да, именно то, что в банках продают золото, будет дефицит, ну так как ходят слухи, да, в каком это формате, я, скажем, слышал о других трейдерах, но сам эту тему не изучал, потому что она, скажем, неинтересная для меня. Я говорил, что все время вот здесь я говорил, вот здесь я говорил, что я рассматриваю золото среднесрочно вниз, но говорил, что не исключаю, что это будет через обновление максимум и дальше вниз, да, нужно по факту смотреть. Я, скажем, есть у меня мнение, что золото, возможно, пойдет в текущих до вниз, но здесь достаточно сильный был, и мне вот этот момент сильно не нравится, я его не исключаю, да, как и по евро сейчас, достаточно, то есть было сильное падение, аналогично, евро вниз, золото вниз, золото сильно выкупили, и евро аналогично сильно выкупили. И сейчас говорить о возможных чертах по золоту, низкая вероятность, что она существует, но скорее здесь то, что я вижу, рисуется какой-то паттерн в лонг по золоту, может, текущих или там после коррекции какой-то, да, потому что сильно лежит наверх, есть присутствует сильный покупатель, и если мы будем пробивать вот эту зону, да, то у нас, в принципе, мы можем сходить на обновку хаев. Все зависит, был ли это истинный импульс, да, то есть у нас в трейдинге это вероятность, да. Поэтому такое мнение по золоту, я буду в долгосрочном формате смотреть на золото, долгосрочные цели, чтобы вы понимали у меня по золоту, это минимум, я уже говорил, тысячу долларов, да, это минимум, которое я жду снижения по золоту, это в долгосрочном формате, это для тех, кто ждет, многие ждут золота на 2000, да, и выше, а я жду, наоборот, я жду снижения в район 1000 и, возможно, ниже, скажем, в эти областях. Потому что у нас, вот здесь по золоту проходил импульс, и я не исключаю, что у нас будет, скажем, движение дальше вниз. Конечно, нужно понимать и входить на рынок в черты, или в те идеи, которые я предлагаю с определенным риском, чтобы не было вы здесь открыли шором где-то в какой-то зоне, да, золото реально ушло там на 1800, 1900, на 2000 и выше, и вы там потеряли депозит. То есть это с каким-то определенным риском, с каким-то определенным стопом, да, чтобы это было там по отношению к вашему депозиту приемлемо, там риск, вроде там, если там слишком агрессивно, там до 5%, возможно и больше, это уже нужно с пониманием, где входить и так далее. Чтобы это был небольшой стоп, не просто зашортили, сидите, золото растет и так далее. То есть это нужно понимать, вот это все понимает, скажем, ученики, которые здесь в моей шортили, я уже показывал в прошлый раз сделки, которые покупали, то есть это нужно входить с адекватными рисками, с пониманием, чего происходит, а не просто смотря на литику и принимая какие-то моменты. это нужно понимать, да. Поэтому это что касается золота. Дальше. Сделки показал по золоту. Придем к нефти. Очень, очень интересный момент был по нефти. Я напомню, в прошлую пятницу говорил о уровне 28,8. Вот, вот этот уровень. Показывал его, да. Что от этого уровня ожидаю движения вниз. Конечно, я писал так же, что подождать бы хорошо какого-то более сильного ложного. И потом вниз. Он был всего маленький, там 30 пунктов. Ну, на текущий момент по нефти. Слишком маленький ложный пробой был. Наверное, это потому, что здесь очень-очень сильные шортисты сидели. И его сразу в ту же пятницу, его свалили, который мы делали в прошлый обзор 20 марта. На текущий момент, что у нас по нефти. Я уже много раз писал и своим ученикам, и многим, что я покупаю нефть, скажем, небольшими объемами. Я здесь покупал на минимумах в районе 20. Бренд я не анализирую, не торгую, там другие цифры. Бренд, кстати, не так сильно отпадало, как Lite. Бренд там в районе 23 до 25 торгуется. Да, минимумы были. А вот Lite в районе 20. Мне это было интересно. Я покупал небольшим объемом. Выходил основную часть, потому что мне вот это тело движения не нравится. Здесь сейчас образовался такой коридорчик 25.70 на 23.50. И, скажем, сейчас есть такое ощущение, что мы, если будем пробивать этот коридор 23.50 вниз, то там на локальном фрейме или уже на дневном фрейме, в зависимости, как вы торгуете, если будет происходить закрытие, то у нас, возможно, будет падение в район 21.20. Если мы все-таки удержим вот этот момент, то нужно присмотреться к покупкам или покупки более актуальны после пробития верхней границы 25.70. В таком формате. То есть это уже нужно по факту будет смотреть, но пока его так пытаются зажать вниз сильно и так далее. Поэтому вот это нужно понимать, что касается нефти. В долгосрочном формате нефть интересна для покупок, но, скажем, пойдет она на более глубокую коррекцию, потому что, чтобы вы не накупились с большим критическим плечом, и нефть условно уйдет на 10 долларов, потому что это возможно или на 15, и вы не сможете выдержать просадку. Если вы, скажем, планируете, как я покупать нефть в долгосрочном формате, то, что она отскочит в какое-то ближайшее время на 30, на 35, на 50, это возможно, да. Но, скажем, если вы будете брать с большим плечом, то вы не сможете выдержать ту просадку, которая она возможная, но эти цены интересны для покупок в долгосрочном формате. Конечно, они могут, может произойти разворот, там, через, условно, 3 месяца, полгода, но это такая сделка, скажем, возможно, будет верняковой, потому что нефть, она хоть там проторгуется какое-то время, но я думаю, что должен быть оскок. Конечно, это не стопроцентная гарантия, потому что, скажем, в этом мире все возможно, да, могут загнать и там проторговаться в очень долгое время, и, скажем, ваш счет этого не выдержит, скажем, или даже не счет от психологии, поэтому это нужно, нужно понимать. Дальше. Что касается фунта, фунт, в прошлый раз говорил, если здесь будет сильный выкуп, проторговочка, мы будем идти вверх, но потом, скажем, после того обзора, который я сделал, я детально посмотрел на фунт и писал в комментариях, что что по фунту, вот я сразу писал всем видео, которое я выкладывал, что по фунту нужно следить за уровнем 1.17.93, да, кто не только смотрит видео, читает комментарии, потому что я там сразу написал был, и я писал сразу был своим ученикам закрытый клуб по этому уровню, и что у нас было, у нас в прошлую пятницу был, вот здесь это пятница получается, вот у нас уровень, да, вот это 1.17.93, мы сделали ложный пробой, там сделали два ложных пробоя, точнее, один небольшой, один дальше еще обновили хаи, и, как видим, ушли хорошо вниз, это пунктов под практически под 400 пунктов почти, да, движение вниз, это очень хорошо. Дальше, скажем, идея с этим уровнем, она себя отработала, который я написал, дальше я писал своим ученикам в закрытый клуб, что по фунту идет, скажем, возврат к этому уровню на этой неделе, вот и картиночку подготовил, которую я им скидывал, вот, вот с этим уровнем, смотрите, как мы, вот картиночка, это не пастфактум, это 25 марта я скидывал, давайте возьму красный цвет, чтобы отличалось, вот смотрим, вот этот момент, что я сказал, ложный пробой, да, вот этого уровня, мы сходили вниз, и дальше мы снова возвращаемся к этому уровню, и смотрим, как идет возвращение, да, идет с поджатием, этому уровню, очень хороший здесь паттерн, на пробой рисуется, зеркально торговались, и фунт улетает сильно наверх, то есть это я показывал своим ученикам, некоторые из них торговали, очень хорошо, даже чуть раньше заходили, нежели я писал, то есть они уже на переживании, видели, что здесь скорее всего рисуется лонг, так как я писал, что у нас по евро, по фунту, по ауди, по НЗД, у нас скорее всего будут лонги, то есть будет такая обманка, потому что здесь шартов, вот этого уровня уже далее не было, то есть здесь был паттерн на пробой, как и по евро, а у НЗД, все, скажем, моменты отработались, поэтому, что дальше у нас по фунту, как и по евро, у нас, скажем, фунт ушел сильным импульсом вниз, сейчас пошел, скажем, движение наверх, движение наверх пошло импульсом, поэтому здесь скорее всего, будут набирать какую-то позицию с дальнейшим движением наверх, но если, как евро я сегодня сказал, у нас пойдет вниз, поглощение, ну я, конечно, по фунту не знаю, сегодня сможем ли мы сходить вниз, но если это будет в течение нескольких дней, то в принципе, вот отсюда, 1.19, там, возможно рассматривать шарты долгосрочные, скажем, на паритет по фунту, как и по евро, не исключаю, что мы будем очень сильно падать в долгосрочной перспективе, да, но скажем, здесь пока об этом рано говорить, как и по евро, потому что мы не знаем, что дальше будет рисовать, у нас, я уже сказал, по евро рисовались импульсы, и у нас возможно движение сильное наверх, потому что, я же говорю, рынок ходит с сантиментом, если все ожидают здесь на минимумах, что все, по фунту все пропало, паритет, да, рынок таких сразу наказывает, как и по золоту, как видим, все время с максимумом сбрасывают, когда все покупают по максимуму, поэтому, что это касается фунта, я думаю, что на этом закончим, по другим инструментам, если будут вопросы, пишите в комментариях, с вами был, на связи, Виталий Кухта, Кухта Кепитал, до встречи, всем удачных торгов!